На двух депутатов женщин похоже больше теперь в Карасуйском районе. За Гульнару Мурзакаримову и Ору Стокторову по предварительным данным проголосовало абсолютное большинство. На районном избирательном участке 42-541. Ни одна из женщин до этого не связывала свое будущее с политикой. Обе просто помогали людям как могут. Я никогда не стремилась к депутатам, просто занималась своим полем и землей. Слышала от людей, что коррупция усилилась. Жаловались на предыдущих депутатов, что они вовлечены в коррупционные связи. Свою кандидатуру депутата я выдвинула по просьбе односельчан. У меня два диплома, но политикой я заниматься не хотела, просто старалась помогать женщинам и пенсионерам. В этом году по предложению односельчан решила попробовать пойти в депутаты. Интересно, что некоторые женщины-кандидаты в депутаты получили больше голосов, чем мужчины. И при этом очень хорошо, что у нас есть 30-процентная квота. Перезадка Рим Кызы получила 301 голос на избирательном участке в своем селе Кёкбель Нокатского района. Кроме нее в депутаты баллотировались еще пять женщин. Я смогла попасть в сельсовет с 301 голосом. Из 13 кандидатов четверо стали депутатами. Но меня разочаровало то, что трое депутатов пришли недобровольно, а по предложению Айл-Экмету. Депутат Ожского горсовета Нуркыс-Кадарбек Кызы одна из первых предложила предоставить женщинам льготы на выборах. По ее словам, когда женщины баллотируются в парламент, они больше поднимают социальные вопросы и даже более беспристрастны. Поэтому они должны работать наравне с мужчинами. Женщины обращают большое внимание на социальные вопросы. Это помогает снизить преступность. Лучше работать с людьми. Айнуру Алтыбаева, например, будучи депутатом Джугур Кукинеша, поддержала предложение о предоставлении льгот женщинам на выборах. Я рада, что в этом году женщин-депутатов стало больше. В выборах в местные кинеши, которые состоялись накануне, приняли участие порядка тысячи женщин, которые выдвинули свои кандидатуры в депутаты. Многие смогли преодолеть избирательный порог.